Жена сейчас будет готовить плов и в плов будет добавлять перец, который был выращен на грядках нашей дачи. Вот смотрите, мы его разрезали и храним в целопановых мешочках, которые помещаются в холодильник. И вот так они у нас, эти мешочки сохраняются и вот этот перец, вот именно перец, который был выращен у нас на даче. Сейчас я высыплю, вот смотрите какой он красивый. И пришло время, чтобы перец опять высаживать на своей даче, а для этого я буду делать подготовку. Вот смотрите, взял вот такую пленку, которая у нас сохранилась, она конечно продается в рулонах, а мы ее не выбрасываем и вот так у нас остается. Буду тоже применять земля, купленная в магазине, там добавлено все, что нужно именно для, скорее всего, для перца, для помидор. Вот такие вот мешочки берем, это для начала роста перца из семян, а потом мы делаем пикировку. Ну для этого, вот смотрите, я взял, прижал это все, вот таким вот образом прижал, выровнял всю землю, чтобы она была ровная. И у нас раз, два, три, четыре. Купили просто так, не зная, что за перец, а просто картиночку посмотрели, послушали, купили и все. И это один год происходит, запомнили этот перец, положили все, посадили и забыли, что куда посадили, это так вот и бывает. Потом следующий год наступает, опять все покупаем, все по-новому. Вот представляете, 10 лет, 10 раз мы покупаем перец. Вот такая наша жизнь короткая. Опять высыпаю вот такую емкость из-под торта. Сохраняем эти емкости. Теперь этот мешочек я убираю, он мне уже мешает. И вот смотрите, у меня еще он понадобится. Это для того, чтобы семена раскидать на поверхность этой земли. А потом я буду засыпать этой землей сверху эти семена. Все, сделал вот такую подготовку. Вот все у меня, что на этом столе, видите, вот так оно и есть. И сквозь то же самое. Иду к стаканям. Температура приблизительно 40-50 градусов. Стакан прогрелся, я наливаю вот именно горячую воду. И опять в эти стакани я наливаю горячую воду. Все, не важно сколько воды. Ну, чем больше воды, тем больше тепла сохраняется несколько минут в этой воде. Теперь будут нагреваться и впитывать в воду вот эти вот семена. И начинаю доставать из этого пакетика другой пакетик. Засыпать. Я засыпаю туда семена. Семен мало, но из одного семечка будет большой кус, где будут плоды этого перца. Их будет очень много. Чтобы не спутать, я вот таким вот образом ставлю стакан на этот пакет. И так далее. Сейчас я все замочу. Возьму ложку. Таким вот образом. чтобы воздуха не было, чтобы эти семена впитывали воду, набухали и вниз на дно оседали. Все, первый стакан у меня готов. Стаканчики у меня стоят на своем месте. И в этих стаканчиках находятся семена, те, которые были высыпаны вот с этого пакета. Теперь, вот смотрите. Я, когда установил эти стакани, конечно, температура была уже ниже 40 градусов. У меня есть чайник с горячей водой, можно сказать, с кипятком. Я могу смело долить в этот объем воды именно кипяток горячий, чтобы повысить температуру. И здесь могу немножко подливать. Я уже, наверное, подливаю второй или третий раз. То есть опять повышаю температуру в этих хрустальных стаканчиках, чтобы вот эта корочка семечки как бы стала мягкая, потому что она от тепла становится мягкой и внутри ядро этого семечки начинает как бы шевелиться. Но если будет горячая вода, это ядро не сварится, потому что вот эта вот корочка сверху вот этой семечки примет на себя всю эту температуру. Потом температура доходит до нормы, а вот эта корочка этого семечки, она становится мягкая. И ядро начинает шевелиться, впитывает воду и там прорастает росток и выходит из этой корочки этого семечка. Все, температуру я добавил. Теперь, вот смотрите, земля у меня была сухая, я ее увлажнил тоже горячей водой. Именно горячей. Добавляю опять горячую воду. Здесь у меня вода уже добавлена. и земля, которая была у меня высыпана, она, конечно, сухая. И чтобы перед тем, как эти все семена укладывать или разбрасывать сверху на поверхность увлажненной земли, именно на увлажненной, потом опять посыпать и я вам покажу. Почему так я делаю? Потому что эта земля, она сухая, и если мы разбросаем все эти семена и закопаем, можно так сказать, а потом начнем поливать, они начнут вылазить и перемещаться и могут встретиться и такой комок этого перца вырастить только на одном месте, а на другом месте будет пустое место. Вот смотрите, я опять увлажняю. Смотрите, сколько я воды слил с этого стаканчика в эту землю. Но если мы посмотрим, то вот смотрите, вода еще не дошла до дна этой емкости. Вот смотрите, все, вода полностью проникла и здесь тоже. Вот смотрите, сколько я наливаю. Оставлю немножко, потому что тут земли поменьше. опять выровнял, опять наливаю. Вот здесь вот земли очень и очень много. Горячая вода. Вода горячая. И вот так мы каждый год постоянно с женой начинаем семена рассыпать на поверхность вот этой вот подготовленной земли. которая куплена в мешках. Ну она потому, что там всякими минеральными удобрениями скорее всего какой-то процент насыпан одного, второго, третьего. Ну мы верим этому. А для роста растения такая вот земля самый-самый то. Не та, которая мы с огорода берем. Она пустая, она пустая. А вот это вот самое лучшее для роста растения. Все. Вот я насыпал. Жду, когда эти семена наберут вот эту вот влагу и станут такие вот пузатые, кругленькие, и они начнут потихонечку, потихонечку отпускаться на дно этого хрустального стакана. А которые семена останутся на поверхности и будут плавать, я их просто выбрасываю и все. А те, которые остались, я буду с этой водой сливать в тряпочку. Вода стекает, а семена остаются. Ну будем ждать, когда все семена опустятся на дно хрустального стакана. Прошло минут десять. Температура еще хорошая. 40 градусов показывает. Один пакетик я могу и уже приклеить к емкости, потому что я же не спутываю, один пакетик я сразу могу приклеить. Беру скотч. Это мы делаем для того, чтобы не забыть. Как всегда бывает, заходим в теплицу. Эти пакетики у нас куда-то деваются. Представляете, все спутаем. Это всегда так. И к нам приходят и говорят, о какой пирец, а что за сорт? А мы-то и не знаем, что за сорт, потому что всегда так бывает. Сейчас делаем все по порядку. Но как только зайдем в теплицу, все исчезает, вот этот весь порядок. Вот представляете, как бывает? Это, наверное, у всех так бывает. На картинку смотришь, они все красные, да все хорошенькие. Ну, покупаем... Ёлки-палки. Ну, покупаем семена. Ну, мы же верим картинке, и что написано, чтобы стенка была очень и очень толстая. и... Да, что такое... Вообще... Вот представляете, материал... Вот этот вот скотч тонкий-тонкий. Раньше был толстый, а сейчас он... Я даже не знаю, как его снять. Это же надо же, а! Вот производство все делает в микронах. Нашел я все это дело. Вот смотрите, сейчас я буду это клеить, чтобы нам не забыть, ну, вот таким вот образом, чтобы не забыть, вот таким вот образом мы приклеиваем. и все понятно, что здесь семена будут именно вот этого чудо-великан. Чудо-великан. В теплице не найдем это чудо-великан. Ёпки, опять куда-то... В общем, вот таким вот образом приклеиваем и еще раз приклеиваем, чтобы вода не попадала и чтобы не обмакала эта бумага, потому что возможно эта бумага намокшая и сделает так, что вот этого названия не будет. Еще раз, вот смотрите, искать долго приходится этот тонкий скотч. и это и